Мы снова живем в исторические времена ядерной гонки. Нет, не про то, что вы подумали. Сейчас 24-ядерным процессором с 5 ГГц уже никого не удивить. AMD и Intel продолжают соревнования, выпуская каждый год все новые процессоры и архитектуры. Разработчики игр не дремлят, оптимизируют и внедряют так, что бодрые среднячки двухлетней давности в современных проектах периодически могут бледнеть, а через год магическим образом вообще не попасть даже в минимальные системные требования. Сегодня мы с вами сориентируемся и вы для себя поймете, как выбрать процессор на долгие годы вперед, где проходит минимальная граница, сколько ядер оптимально нужно для игр. В общем, на связи МК, меня зовут Михаил Крошин, сегодня говорим про выбор процессора для игрового компьютера в 2023 году. И начнем с самого жесткого лимита. 4 ядра долой. Единственное исключение это i3-12100 или его слегка разогнанная версия 13100, там разницы практически нет. 8 потоков, частота в 4 ГГц и актуальная архитектура Elder Lake все еще позволяют ему оставаться на плаву и отрисовывать под 60 кадров в секунду даже в процессорозависимых играх. Но все еще хорошо заметно, что в том же киберпанке при езде по городу нагрузка на процессор может превышать 80% Full HD, то есть запас у него небольшой имеется. На этом все. Больше четырехъядерных кандидатов для вас нет. Про более ранние четырехъядерные решения на Skylake и Zen пора забыть. В мультиплеерных играх на большой карте, в том же Battlefield 2042 их уже не хватает для работы даже с не самой быстрой RTX 2060. Тот же некогда народный i3-10100 нередко грузится на 100% с ужасным графиком фреймтайма и просадками до 40 кадров. Так что, увы, эпоха четырехъядерных CPU прошла. Да, разумеется, они способны тянуть нетребовательные одиночные игры со скрученными процессорозависимыми настройками, там дальность прорисовки, качество обработки физики, плотность толпы. Но если вы не планируете обновлять ПК в ближайшие пару лет, то ваш выбор 6 ядер с гиперпоточностью. Но давайте разберемся, какие это процессоры. Возможно, вы не заметили, но в выпуске про российский Linux за моей спиной стояла коробка отплаты на 99-ом чипсете. Почему никто про это не написал? Так что извините, про 10 ядер процессор и 20 нитей будет в следующем выпуске. И начнем с AMD, у которой 6 ядерные процессоры с гипертрейдингом идут с самых первых Ryzen 5 1600. Этот пятилетний процессор все еще способен тянуть игры в около 60 фпс и, что самое главное, без фризов и статтеров. Да, разумеется, у него нет никакого запаса на будущее, но у AM4 есть туз в рукаве. Сквозная поддержка вплоть до Ryzen 5000. Поэтому, если хочется максимально сэкономить, можно рассмотреть такой процессор, благо он стоит на али всего около 4000 рублей и через пару-тройку лет перейти хоть на 5800X3D, которые к тому времени ощутимо просядят в цене. Но, разумеется, лучше изначально присмотреться к 6-ядерным Ryzen 5000, они уже скинули в цене, тот же 5500 можно найти за 6-7 тысяч рублей на Али, при этом такие процессоры спокойно отрисовывают больше сотни кадров в секунду в современных играх, а разница с тем же Ryzen 5 1600 может быть больше 50%. А что насчет первых восьмиядерных Ryzen, например 1700? Его можно найти на Али за 5000 рублей. Может лучше взять его, вместо свежих шестиядерных решений, и сэкономить одну-другую тысячу? Наш ответ нет. Все же AMD ощутимо повысила производительность на герц в Zen 2 и 3, так что тот же 5500 будет быстрее и в рабочих задачах, и в играх. Разумеется, поиграть на 1700 можно без всяких проблем, все же с развитием DirectX 12 и Vulkan сложности распараллелить нагрузку на десяток потоков нет, но все же общая медленность архитектуры Zen, по сравнению с более новыми CPU, будет бросаться в глаза. И последний вопрос касательно AM4. Имеет ли смысл покупать для игр 12 или даже 16 ядерные Ryzen 9? Тоже не стоит. Разумеется, в рабочих задачах это просто монстры производительности, нередко обгоняющие не самые старые серверные решения. Но все еще современные игры в основном затачиваются под консоли, у которых 8 ядер и 16 потоков. Поэтому какого-то прироста от 32 потоков увидеть не получится. Нередко 8-ядерный Ryzen 7 5800X 3D за счет большого кэша третьего уровня оказывается быстрее 16-ядерного Ryzen 9 5 950X. Так что если хочется комфортно поиграть, нет никакого смысла лезть в многоядерные модели. Также сокет AM4 интересен тем, что под него выходили процессоры с мощной интегрированной графикой Vega. Здесь есть и 6 и 8 ядерные модели. Это Ryzen 5 5600G и 5700G. Они отличный вариант для тех, кто собирает ПК по частям и денег на дискретную видеокарту пока нет. Или же для тех, кому важен мощный процессор, а видеокарта нужна для танков с дотой. И в данном случае Vega оказывается идеальной. В киберспортивных играх проблем у нее нет и даже современные проекты типа Doom она тянет без проблем. Именно на таком процессоре базируется мини ПК от спонсора этого выпуска MSI Mag Trident S. Компания называет его консольным, действительно он очень похож на Xbox Series S. Только внутри прячется 6-ядерный Ryzen 5 600G с Vega 7, 8 гигабайт ОЗУ и накопитель на 512 гигабайт. К тому же MSI разрешает апгрейд без потери гарантии. Так что вы можете легко и дешево довести объем памяти до 16 гигабайт и поставить более емкий SSD. Десктоп поставляется вместе с удобным фирменным беспроводным джойстиком, а благодаря приложению MSI Game Stadium ПК легко превращается в игровой и мультимедийный центр, позволяющий быстро и удобно запускать нужные игровые лаунчеры, мессенджеры и даже приложения для облачного гейминга. На встроенной в процессор графики отлично идут онлайн-проекты, танки идут на высоких настройках графики, встроенный Wi-Fi позволяет упростить подключение к интернету, а широкий выбор видеовыходов позволяет использовать Trident S вместе с 4К-мониторами и телевизорами. Поставляется мини ПК вместе с предустановленной Windows 11 и сейчас на него действует отличная скидка. В DNS Trident S продают дешевле 40 тысяч рублей. Ссылочка на него будет в описании. В случае с новейшим AM5 все еще проще. Тут линейка Ryzen сразу стартует 6 ядер и вполне возможно, что мы не увидим 4 ядерных решений. И это логично. Платы на AM5 дорогие, DDR5 тоже, а 4 ядра это уже бюджетный сегмент. С учетом того, что AMD в очередной раз выкатила прорывную архитектуру Zen 4 с частотами выше 5 ГГц, даже формально младший Ryzen 5 7600X уже оверкил для игр, выступая на уровне лучшего решения на AM4 Ryzen 7 5800X 3D. Очень интересно, как покажут себя 7000 Ryzen с большим кэшем и их начнут продавать уже в феврале-апреле. Более того, тут даже восьмиядерный Ryzen 7 7800X теряет смысл, не говоря уж про 12 и 16 ядерные модели. Они быстрее в играх на уровне погрешности. Поэтому в случае со сборкой на AM5 для игр вполне можно остановиться на базовом шестиядернике. С учетом того, что этот сокет как и AM4 будет жить еще долго, в будущем можно легко сменить его на более старшие решения без замены остальных комплектующих, что уже стало фирменной фичей AMD. Перейдем к Intel. У нее шестиядерные процессоры для пользовательских ПК начинаются с сокета LGA1151 второй версии. Это i7-8700 и под него же есть восьмиядерные 9700 и 9900. И с одной стороны, у них нет никаких проблем в играх до сих пор. Разумеется, рассчитывать на стабильные пару сотен кадров с RTX 4090 не приходится, но и получить выше 60 FPS в любом современном проекте на 8700K можно без проблем. Но с другой, возникает два неприятных момента – цена и апгрейд. Увы, топовые процессоры Intel, даже старые, всегда стоили и продолжают стоить дорого. За тот же i7-9700K на Авито просят 15 тысяч. Особо наглые ближе к 20. С учетом того, что на Али свежий и более быстрый i5-12400F можно найти в полтора раза дешевле, при этом он ощутимо холоднее, смысла брать старые топы синих нет. Ну и добивает эту платформу невозможность апгрейда. Потолок для нее это 16-поточный i9-9900K. Едва ли кто-то сейчас назовет этот процессор слабым, он играючи справляется с современными играми, но все еще архитектуре Skylake больше шести лет и даже в рабочих задачах этот некогда топ оказывается лишь на уровне все того же i5-12400, который опять же стоит ощутимо дешевле. Поэтому, увы, сокет 1151 окончательно не интересен для покупки. Как я теперь продам свой i9-9700K? Следующий по новизне сокет Intel это LGA-1200. Здесь синие уже активно ввязались в войну с красными, так что с шестиядрами и многопоточностью обладают даже младшие Core i5. При этом они все еще стоят недорого, за i5-10400F просят около 7000, а за более свежий i5-11400F порядка 9000 на Али, что вполне на уровне аналогичных шестиядерных Ryzen 5000. Более того, тут и в играх ситуация интересная. Да, самый старый i5 конечно отстает, но минимально, а у i5-11400F и Ryzen 5 5600X в среднем паритет. Ну и под конец Intel в погоне за AMD окончательно расщедрилась и даже разрешила разгон ОЗУ на B-чипсетах, что может подкинуть еще десяток процентов производительности. По апгрейду логичный предел для LGA-1200 это восьмиядерный Core i7-11700. Да, есть i9-11900, но по сути это просто разгон ценой огромного жора, ибо сама архитектура Rocket Lake в десктопах не особо удачная. Изначально Intel рассчитывала их под 10 нанометров, а в итоге пришлось выпускать эти камни на 14 нанометрах. Так что лучше, остановиться на i7, тем более, что разница с i9 в играх не превышает нескольких процентов. При этом стоимость i7-11700F на Али порядка 17 тысяч, и к тому же он вполне способен конкурировать с Ryzen 7 5800X, который стоит столько же. Так что если остановиться только на играх, платформу LGA-1200 язык не поворачивается назвать мертвой и с учетом цен и апгрейда. Но, разумеется, если нужны рабочие задачи, тут, конечно, интеловский сокет пасует. А М4 в этом плане вдвое интересней по ядрам. Ну и под конец самый последний на данный момент сокет Intel LGA-1700. Тут ситуация близка к i5. Прорывная архитектура и достаточно высокие частоты приводят к тому, что даже шестиядерный i5-12400F не выглядит особо бледно на фоне шестнадцатиядерного i9-12900K. Ну а уж если брать тринадцатое поколение, то тут разница вообще стирается, что десятиядерный i5-13600K, что двадцати четырехядерный i9-13900K оба способны в играх показывать класс с парой сотен кадров в секунду. Так что в выборе LGA-1700 против i5 все упирается в цену здесь и сейчас и апгрейд в будущем. Платформа от Intel переходная. Она поддерживает и DDR4, и DDR5. С учетом того, что даже с быстрыми CPU разница между этими стандартами минимальна, есть возможность хорошо сэкономить, ибо хорошая DDR5 все еще стоит дорого. Аналогично, с учетом бессмысленности разгона процессора, можно остановиться на среднеуровневом чипсете B660. Хорошие платы можно найти за адекватные 10-12000, и при этом будет разгон ОЗУ. В одном из последних роликов мы протестировали 12400 на самой дешевой B660 плате, и пришли к выводу, что даже такая простая доска этому процессору подходит. А вот некогда народная AMD здесь расстраивает. Цена среднего комплекта на 8-ядерном Ryzen 7 7700X легко стартует с 55000, а за топ на 16-ядернике придется отдать больше 100. Но, с другой стороны, весомый плюс AMD гораздо более длительная поддержка. Если для LJ1700 больше быстрых процессоров выходить не будет, и 14-е поколение потребует новый сокет, то вот эра AM5 только началась, и вполне возможно, что под него мы увидим и 32-ядерные модели на новых архитектурах с ощутимым бустом производительности. Так что итоговый выбор здесь у каждого свой — купить Intel подешевле, но без длительной поддержки, или переплатить за AMD, но не слезать с платформы еще долгие годы. Что в итоге? Инерция многоядерного пинка AMD достигла разработчиков, и в 2023 году можно смело утверждать, что эпоха народных 4-ядерных процессоров закончилась. Теперь адекватный минимум — это 6 ядер. Такова цена технического прогресса, и даже по статистике Steam 6 ядер вырвались вперед — 33% против 29 у 4-ядерных CPU. Более того, с учетом 8-ядерности текущих консолей и постепенного отказа от постгена, вполне возможно, что через пару-тройку лет народным игровым среднячком будет считаться процессоры с 8-ю ядрами. Таков путь развития, но в любом случае это лучше, чем десятилетний 4-ядерный застой, который устроила Intel. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы публикуем и постоянно обновляем нашу сводную таблицу с рейтингом процессоров. Она больше относится к рабочей производительности, но в целом очень наглядна и упрощена. Подписывайтесь на наш Телеграм и группу ВКонтакте, они будут в описании. Там же вы найдете январьский рейтинг видеокарт. На связи был Михаил Крошин, канал Мой Компьютер. Скоро увидимся. Пока!